Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваши общественные телевидения». В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Как правило, мы приглашаем в качестве гостей в свою студию на нашу именно передачу людей-служивых или тех, кто имеет какое-то отношение или имел к вооруженным силам СССР, Российской Федерации, и других государств СНГ, и зарубежных, и так далее. Бывают для нас такие. Тем не менее, периодически сюда приходят люди, которые по разным причинам не служили в армии. Ну, у кого-то эти причины разные. Кто-то по болезни, кто-то по другим вопросам, кто-то отмазался, может быть. Но пока таких у нас в программе не было, слава богу. И, наверное, для таких людей сюда дорога, по сути, должна быть закрыта. Ну, тем не менее, сегодня я представляю человека, который по своему состоянию здоровья не мог и не может служить в вооруженных силах. Но, как он мне сказал в нашей предварительной беседе, Родину он любит и служить бы с удовольствием пошел. Итак, я представляю Никита Сорокин, сотрудник реабилитационного центра. Здравствуйте. Да, добрый день, Никита. Значит, ну, давай вот сначала ты расскажи нам про свой реабилитационный центр, а то ты мне накануне так рассказал, очень длинное название. Я его, честно говоря, не запомнил. Что за центр, чем он занимается и какую роль ты там играешь. Значит, это центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Калининского района. Он выполняет роль реабилитации инвалидов, чтобы они смогли нормально жить в этой жизни и приспосабливаться, ну, будем так говорить, к окружающей среде. Ну, понятно, конечно, возможности ограничены. Это естественно, что не все может позволить себе человек с такими возможностями, как здоровый, он говорит, человек. Вот, чтобы не обидеть, тут извини, может, я иногда какие-то скажу неправильные выражения. Хотя, честно говоря, многие люди с инвалидностью имеют гораздо больше возможностей, чем люди здоровые. Это как? Ну, это очень просто. Я думаю, в течение беседы я об этом расскажу. Это будет очень интересно. То есть, интригу такую чуть-чуть попозже оставишь. Конечно. Хорошо, Никит, спасибо. Ну, тогда коротко вот расскажи, откуда ты, мы с тобой знакомы-то, грубо говоря, без года в неделю, вот, не так давно. Никита сам меня, уважаемый телезритель, нашел недавно, вот, как я уже сказал, в армии. Я, говорит, служил в армии, в программу хочу. Нет, не служил, но Родину люблю. Ну, давай тогда, приходи. Ну, расскажи о себе. Ну, вообще, я родился в городе Рыбинске. Это Ярославская область. Да, там водохранилище как раз. Рос, ну, будем так говорить, все причины со здоровьем произошли из-за ошибки врачей. Об этом не будем говорить. Это такой негативный момент. А вот больше хотелось бы сказать, наверное, о том, что всю жизнь я, как бы, пытался, вот, идти вперед. То есть, Реддиты мне говорили, Никит, надо. Я понимал, что надо на самом деле. Увидел много плохого, много хорошего, но больше все-таки я увидел хорошего. И вот как раз интрига, да, о которой мы недавно говорили. Давай, давай. На самом деле, я повидал столько и почувствовал. То есть, я увидел жизнь, и многие люди в моем возрасте, да, когда я еще был маленький, они этой жизни не увидели. Я был уже подготовлен, грубо говоря, социальный институт, я уже прошел в больнице. Я прошел вот в этих поездках постоянных, вот эти трудности, они меня укрепляли. И вот здесь как раз я могу сказать четко, что я приобрел больше знаний и умений, чем многие другие. Поэтому возможностей у меня, соответственно, больше. Ну, понятно. То есть, ты повзрослел намного раньше, чем... Да, обычно, правда, говорят, что я рано взрослее. Да, сверстники твои. Да, все верно. Потом закончил колледж. Какой? Педагогический колледж. Был воспитателем. Там, в Рыбинске. Да. Но параллельно я пошел сразу работать. Я устроился на заочное отделение учиться. И работал параллельно в школах. Был лаборантом. Был лаборантом по физике, потом по химии, информатике. И... А специальность педагогическая у тебя какая? Специальность вообще воспитателя. А сейчас, вот потом я, когда закончил университет педагогический, то у меня уже была специальность воспитателя, преподавателя дошкольной педагогики и психологии. Понятно. То есть, фактически это аналог работы воспитателей в детских садах, да? Нет, не совсем. Не совсем, да? То есть, я уже имею право преподавать в высших учебных заведениях и в средних. То есть, ну, высших — это когда уже стаж, это когда уже категории будут определенные, да? То есть, там, ближе к первой, будем говорить. А так вот, больше, наверное, именно работа преподавательская. Хотя... Университет здесь заканчивал, да? Нет, университет я заканчивал в Ярославле. В Ярославле. Каждое утро в 6 часов я вставал и ехал учиться. Закончил я, будем так говорить, как средний человек, но я уже практиковал. То есть, когда я учился в институте, я уже изучал в это время гипнотерапию, консалтинг. То есть, занимался именно уже четкой работой по психологии. То есть, я себя уже настраивал на то, что я буду специалистом в этой области. Благодаря тому, что я изучил гипноз, работу с НЛП и многие другие, именно что касается гипноработы, да, то меня пригласили преподавать. Преподавал я буквально 2 года. В целом, будем так говорить, там 2 года я в институте преподавал и колледже. Сумми где-то 4 года и 4 года практики. То есть, сразу практиковать начал. Это все в Ярославле? Да, нет, это все Ярославль-Рыбинск. Да, Рыбинск. Да, то есть, и в Ярославле практиковал, и в Рыбинске. Тут по-разному получалось. Ну, потом я возглавлял движение «Наши», был лидером. Там же, да? Да, в Рыбинске. Движение, я не очень приводил этих движений. Я, кроме комсантов, сейчас не говорю, а так вот пионеров. Да, это прокремлевское движение как раз. И, ну, будем так говорить, далеко от пионеров. Я сейчас объясню дальше, почему. Как бы потом я был лидером стали, и затем я уехал в Санкт-Петербург. Что тебя толкнуло уехать? Вообще, честно говоря... Или уехать оттуда, или уехать в Санкт-Петербург? Наверное, уехать в Санкт-Петербург, потому что все равно там моя родина. Я как бы туда всегда вот, даже еду, когда по Санкт-Петербургу, есть некоторые места, которые мне напоминают мою родину. Я все равно туда возвращаюсь иногда. Вот сейчас на Новый год я поеду домой. А так вообще я уехал из-за того, что вот влюбился в девушку. Влюбился в девушку и взял просто вот... Я за два дня решил, уехал. Просто все дела побросал и уехал. На что толкает, да? Сейчас снимаю комнату в Питере и, ну, будем так говорить, стараюсь выжить. Ну, получается, я так понимаю, да? Да, получается. Давно уже в Петербурге? В Петербурге где-то уже... Ну, вот в январе будет год. Ну, уже для, в общем-то, большого города приличный стаж, чтобы укрепиться как-то. Вот, и найти свой. Потому что если за квартал, там, месяца за три ничего не нашел, то, по-моему, уже беспорядок. Ну, я изначально вообще себе поставил цель за две недели. То есть я взял финансы, которых там, ну, накопил так, пока жил. Я взял финансы и с расчетом, что я ровно две недели, если я за две недели не решаю своих вопросов, я уже обратно. Приехал за один день, честно скажу. Вот я вечером, ну, как, утром я приехал, вечером еще побыл у крестной. На следующий день я нашел уже себе работу. Я приехал вот как раз в центр реабилитации. Там очень хорошие люди, на самом деле. То есть они не посмотрели, что у меня инвалидность и так далее, а наоборот, с душой меня приняли и дали возможности для развития, дали возможности для работы и творческого процесса такого. Я им очень благодарен за это. А скажу, вот в вашем реабилитационном центре по возрасту, какой возрастной центр? От скольки до скольки лет приходит вот туда? Возрастной центр там такой очень широкий. То есть у нас несколько отделений существует. То есть это отделение ОРВИ, то есть раннего развития. То есть там дети вообще, если не ошибаюсь, двухгодовалые или годовалые даже. Вроде двухгодовалые. Точно вот не могу сказать, чтобы не обмануть, да? И до достаточно пожилого возраста. То есть наверняка есть у вас и инвалиды боевых действий, участники, да? Да, есть, есть. Ко мне один из таких людей ходит, он рассказывал о некоторых военных действиях, которые он предпринимал. Но он рассказывал, что вообще ранен он был по ошибке. Как это? Ну, так вот случайно осколок. Нет, он говорит, мы сидели, говорит, в здании, он... Не буду обманывать, я воевал, не помню. Ну, не важно. Вот, в Ванголе его. В Ванголе? Да. И он, говорит, мы сидели, говорит, в здании, хорошо укрепленном, все нормально было, говорит, и тут снаряд, говорит, упал. Говорит, только меня, говорит, хотя вроде в самом безопасном месте находились, говорит, прошило его осколком. Ну, так вот. Сейчас он так прихрамывает. Ну, в целом держится молодцом. А вот ты чем с ними занимаешься, они к тебе приходят, какие-то с ними занятия ведешь или что? Вообще, немножко так расскажу вкратце, да. Когда я туда пришел, сперва туда пришел психологом, но потом, как бы, у меня, будем так говорить, навык работы на компьютере был очень хороший. То есть, я мог сам создавать сайты и так далее. И я предложил себя в виде разработчика сайта для центра. Мне сказали, говорит, смело, говорит, ну, давай, за три года никто этого все равно не сделал. Говорит, попробуй, я сделал им. Потом мне говорят, слушай, а может, ты попреподаешь немножко? Когда-то у нас, говорит, так вот. Я говорю, давайте. Я стал преподавать. Количество посещаемости увеличилось за это время. Было, не хочу хвалиться, но очень много благодарностей в мой адрес. Потом база там, конечно, была слабенькая, и пришлось очень много работать в плане того, что я разрабатывал методические пособия. Пока это два, вот за лето, пока многие были в отпусках, я в это время работал, были разработаны методические пособия по Word и Excel. То есть, люди, которые приходили туда, они должны получить, будем так говорить, средний навык работы на компьютере. То есть, навык такой, он должен был быть, чтобы человек мог, устроившись на работу, работать за компьютером. То есть, это печатать, и это по возможности делать что-то в виде бухгалтерских подсчетов таких в Excel, в данном случае. Поэтому так. Сейчас вот работаю еще над одной методичкой, но пока это закрыто. Да, все больше интересных вещей о тебе узнаешь. Ты учился на психолога, а преподаешь... Как в песне Розенбаума. ...информатику и компьютерную технику, да. Да. Молодец. А сколько тебе лет ты отродил? 24. 24 года. И уже столько достиг. Ну, сейчас уже можно сказать 25. Ну, это, в общем-то, в таком возрасте год, там, как говорится, да, плюс-минус, не столь важно. Значения не имеет. Да, не 5 лет, как говорится, не 4. Хотя очень много достиг вот именно за этот год. А скажи, вот вообще, трудно устроиться на работу инвалидам, да? Будем так говорить, надо подразделять инвалидов на определенные категории, да. Вот у нас МСЭ разделяют их по группам инвалидности, да, а я вот разделяю их по человеческим категориям. Те, которые хотят работать, которые могут работать и которые не хотят ничего. То есть, и проблема у нас нынче в России в том, что те, которые не хотят, они не идут никуда. Они приходят, могут обучаться, но у них вот такой прямо потребности нету. Резкой, будем так говорить, да. Есть те, которые могут, то есть, они имеют уже опыт какой-то работы и они пытаются найти работу. А есть те, которые хотят, то есть, вот их, которые вот хотят, я их обучаю, потому что они еще не имеют вот уровень, который им необходим для работы. И их обучают. Но трудоустройство у нас в России есть закон о квотировании мест, да. На самом деле, будем так говорить, это бумага. На деле это вообще никак не смотрится. То есть, инвалид приходит на работу и его пинает оттуда. Во-первых, сразу скажу, что места в любых учреждениях, даже много государственных учреждений, которые не приспособлены для инвалидов. В том числе, кстати, церкви. То есть, очень много тех людей, которые... Понимаете, у нас в России так положено, что если ты пришел на работу, то ты, так получается, несколько функций выполняешь. И точно так же, а инвалид не может некоторые функции выполнять, то есть, которые от него требуются. Например, перетащить какие-то определенные бумаги, там, ног, бумаг, да, стопку. Ему неудобно, если он передвигается на костылях. На инвалидной коляске ему нужно не будем говорить, потому что это почти нереально у нас в России куда-то подняться на инвалидной коляске. Вот приезжал недавно американец Джон Гринер, и он рассказывал о том, как у нас попытался попасть в Россию. Первая проблема, которую он встретил, это министерство... Нет, как же их... Ну, будем так говорить, где он получал визу в Россию, чтобы приехать, там не было подъемников для инвалидных колясок. И он говорит, первое, что встретил, я не смог просто добраться до туда. Потом, говорит, все-таки мне помогли добраться. И, как всегда, вот у нас в России всегда говорят, сходи туда. И точно так же и здесь. Сходи туда. И он говорит, я три раза ходил, потом мне надоело, говорит, мне все-таки помогли люди, которые ходили мимо, говорит, я попросил, меня подняли туда, я написал. Он, как я понял, потом сказал, сделал намек, что вроде как собирается на них подавать в суд. И я считаю, правильно будет делать. Приехал сюда, и ни в одну гостиницу, кроме, не помню названия, но в одну гостиницу только в Питере он смог попасть. Потому что остальные гостиницы были... В чем, самая дорогая, наверное, да? Нет, не очень. Ну, она была красивая, по моему мнению. А вот по поводу финансов я не спрашивал. Это, ну, как-то, может, было бы для него не очень удобно изучать. Поэтому я не спрашивал. Хотя он сказал, что, говорит, очень много неудобств составляет. Он был очень разочарован в том, что у нас метро для людей с инвалидными колясками не приспособлено. И у нас их туда не пускают. Могу так сказать, я удивлен, как у нас администрация данный вопрос решает. Хотя они говорят, что мы всячески заботимся об этом. Мы стараемся создать условия доступной среды. Я, исходя из безопасности, вопрос о безопасности, наверное, туда же не пускаю. Потому что действительно... Скажу так, мне опаснее подниматься в автобус, чем в метро. Долгали часто и под автобус можно улететь. У меня товарищ один улетел при мне под автобус. Он ходил на двух тросочках и уехал. Мы его, конечно, быстро достали. Автобус при этом закрыл дверь и хотел уже тронуться. То есть я вот этого нюанса немножко не понял. Ну, что тут бывают такие у нас водители. Никит, ты мне при нашей первой встрече так вкратце рассказал твою чудесную историю, как ты, как у Макаревича в песне, «Когда приду в военкомат и доложу при всех, как нужно, что я в душе давно солдат, и пусть меня берут на службу». Расскажи, как ты сватался в армию в своем состоянии. Примерно так же и было, как в песне. Хорошо сказали, песню привели в пример. Пришел как-то утром, где-то в январе после Нового года, вот эти вот дни прошли. Я просто пришел и сказал, говорю, я готов служить. Мне посмотрели, сказали, парень, ну у тебя проблемы с ногами, как ты будешь? Я говорю, а давайте придумаем как. Говорю, есть ведь разные роды войск, есть разные должности и так далее. Я говорю, какие проблемы-то? Мне сказали, говорит, ну слушай, давай сейчас подумаем. Поднялись, значит, там вызвали руководство. Мы сели, они посмотрели, говорит, ну пригласили меня, зашел. Они говорят, слушай, ну мы, конечно, тебя пропустим, может быть. Говорит, закроем глаза на многие нюансы. Говорит, попробую. Но в Ярославле, говорит, тебе обратно верну. Говорит, а нам еще по голове настучат. Ну вот интересно, конечно, слышишь, то есть и не взяли все-таки. Ну да, меня не взяли. Никит, ну вот у нас звонок от телезрителя. Давай послушаем, может, что-то ответишь. Слушаем вас. Добрый день, слушай, говорите. Здравствуйте. 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 Я вам звоню из Питера. Ага. Я сам был в такой же ситуации. Ну правда, что мы сегодня с Тригорьевым карабкнулся. Очень трудно, честно скажу. И благодарю, что есть такие люди, которые сама помогают. Вопросик у меня такой самый. Все наши присутствующие места для инвалидов практически недоступны. Как-нибудь этого посодействовать? Да. То есть вопрос такой, как посодействовать. Спасибо за вопрос. Спасибо, да, за вопрос. На самом деле очень серьезный вопрос. И вопрос правильный, будем говорить так. Как посодействовать? Надо, во-первых, создавать группы поддержки инвалидов, инвалидов, чтобы, так как у нас в обществе, в некотором высшем, будем так говорить, да, во власти, ну как-то вот про нас забывают, вспоминают только во время выборов. Поэтому мы должны о себе напоминать. Во-первых, это, как я уже повторюсь, да, группы поддержки, которые должны поддерживать друг друга морально, в моральном плане и в плане помощи. То есть очень много людей, которые имеют какие-то возможности, они могут ими поделиться. Точно так же, например, один человек знает другого, у кого там требуется на работу кто-то, и он может договориться с ним. То есть уже даже вот такой нюанс, он может помочь кому-то устроиться на работу. Это первое. А второе, мы должны открыто заявлять о том, что данная среда, в которой мы находимся, недоступна для нас. То есть мы должны, ну будем так говорить, не митинговать, но по крайней мере мы должны писать письма в разные инстанции и вплоть до того, что даже вот, ну, Джон Грин, например, посоветовал вообще, говорит, мы демонстрацию устраивали. Говорит, меня забирала милиция, говорит, ну мы устраивали, потому что, говорит, уже было никак. Но я считаю, что у нас все-таки опыта американского не будет, и государство сумеет правильно оценить ситуацию и пойти на какие-то компромиссы даже, будем так говорить, и поможет нам в решении наших вопросов. Только главное не сдаваться и постоянно стараться делать так, чтобы, ну, грубо говоря, требовать, потому что вы это имеете право. Россия приняла Конвенцию о правах инвалидов, и вы имеете полное право на то, чтобы отстаивать свою гражданскую позицию. И если люди делают что-то неправильно в отношении вас или вообще ничего не делают, вы имеете право заставить их делать это. Это прописано в законодательном акте, будем так говорить, в законах. И Путин еще об этом говорил, Медведев об этом говорят, поэтому я надеюсь, что это будет исполняться. То есть, в общем-то, активнее нужно себя в этой жизни ставить. Проблема в том, что... Ну и, конечно, наверняка же есть же у нас много всяких обществ инвалидных, да? Всероссийское там или какое, я не очень-то правильно, не знаю, наверное. Наверняка можно обращаться туда в эти общества. Да, тоже. Фиберальные, городские отделения. То есть, туда за поддержкой можно обращаться. Я считаю, они там очень помогут. То есть, точно даже в центре реабилитации, у нас, например, в центре реабилитации есть юристы, которые могут подсказать, которые могут объяснить, какое право человек имеет, какое не имеет. У нас же в каждом районе есть такие центры, да, как у вас в Калининске. Да, также еще так немножко обусловлюсь, да, что институт прокурорский у нас в Питере, он имеет, если не ошибаюсь, какой-то из кафедр, где дают, будем так говорить, консультации по данному вопросу. Понятно. Спасибо, Никита. Ну, надеюсь, нашему телезрителю немножко помогли. Будем надеяться, да, что помогли. Потому что для меня вопрос, конечно, был очень такой сложный. Меня на него ответить тяжело, потому что я в своей жизни как-то не сталкивался с инвалидами. Ну, я в армии служил все время, естественно, ко мне приходили здоровые ребята, и, слава богу, такими же здоровыми, еще более крепкими уходили на землю. Ну, могу сказать, что вообще, вот сейчас я создал ВКонтакте группу, которая как раз, будем так говорить, она называется депутат, да, вроде политическая, на самом деле она, ну, каждый человек, он тоже в душе, будем так говорить, политик. И данная группа предназначена для того, чтобы выявлять людей активных и людей, которым нужна помощь. И вот это все дело соединять. Вот тогда это будет действенно. Согласен, всегда в одиночку действовать, всегда труднее. Но один в поле не вон. Как в старой притче про веник, когда отец собрал сыновей. Да, ведь один сломал бы, эта куча уже не получилась. Да, по отдельности все ломаются, прутья. Вот, Никит, ну, вот, как говорится, армия у нас, наша армия, это, грубо говоря, зеркало, отражающее состояние дел в стране. Учитывая, ты, конечно, не можешь сказать, что сейчас в армии творится, это понятное дело, ты там не был. Ну, творится там пока бардак такой конкретный. Ты читал? Читал, да, наслышан. Вот, естественно, наверняка, понятное дело, что творится у нас сейчас бардак и в стране в этом отношении. Вот, сейчас вот прошли выборы уже. Можно немножко, так сказать, коротко, вот, твое мнение. Изменится что-то сейчас в лучшую сторону или все останется на своих местах? Ну, могу так сказать вкратце, да, так как я имею определенное полное, будем так говорить, да, полное отношение к выборам, то есть я был членом УИК с решающим голосом номер 1780, это УИК. Значит, наш председатель Стогова Елена Анатольевна, мы работали целый день, и за целый день было очень большое количество нарушений. Нарушения были в пользу правящей партии. Кто бы сомневался. Лично опрашивал людей, которые в данном случае создавали эти нарушения, я спрашивал, зачем вам это? Ну, говорят, денег нет. В основном это используют студенты. Честно говоря, мерзко, что использовали слабости студентов, потому что наши студенты финансируются очень слабо, а те, которые приезжают, ну, им приходится очень много работать. На самом деле студенческие годы у них очень тяжелые проходят. И я, честно говоря, большой респект им за то, что ребята стремятся и что-то делают. Потому что, на самом деле, это колоссальный труд. С утра до ночи. Конечно. Выборы прошли, в Думу уже объявлены результаты, а в законодательном собрании еще не объявлены. Сегодня как? До сих пор вот так напортачили, видимо, в процентах, что до сих пор 9 с кредитом не сходится. Время немало. Твое мнение, изменится кардинальная ситуация в стране или маловероятно? По законодательному собранию нет, а в стране изменится ситуация, потому что по многим регионам, например, Ярославская область, Единая Россия заняла третье или четвертое место. Они проиграли во многих регионах. То есть, фактически, они сейчас тоже вынуждены будут какие-то меры принимать в сторону... Им сейчас придется активно действовать, да. И президент об этом, впрочем, сказал. Хотя был удивлен, когда президент сказал, что все видео, которые снимались по фальсификации, они придуманы. Это ложь. Ну, что-то, может быть, и придумано, но дыма без огня не бывает. Да, дыма без огня. Это есть такая хорошая поговорка. Понятное дело, что придумать кучу видео за короткое время очень сложно, наверное. Тяжело. С разных городов главное. Дай бог, может быть, разберутся. Ну, к сожалению, время вот так нашей программы быстренько истекло. Никит, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел в нашу студию. Вот, рад был тебя сегодня здесь услышать, пообщаться с тобой. Видно, что ты умный, образованный человек. Вот, и, честно говоря, вот в душе восхищаюсь твоим трудолюбием и, как говорится, уверенной поступью к достижению своим целям. Да, ты мужчина. Это видно, да. И поэтому ты сегодня приглашен на программу, которая носит название «Честь имею». Уважаемые телезрители, у нас в гостях был Никита Сорокин, сотрудник реабилитационного центра Калининского района. Вот, мы с вами прощаемся. Всего доброго вам. Честь имеем. До свидания.